МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайно необычных дел. 73-й год. Ленинградская область, поселок Горы. В тот день пенсионер Ларионов решил заглянуть к соседу. Хотел похвастаться новым урожаем. Но на участке приятеля не оказалось. Наверное, отдыхает? Наработался на грядках. Ларионов зашел в дом и увидел страшную картину. Анатолий Трушкин лежал прямо на входе в луже крови. Перепуганный старик кинулся в ближайший телефон-автомат вызывать милицию. Так начиналась эта драматическая история. История, которая потрясла своей жестокостью и невероятным размахом преступников. И еще раз доказала. Шальные деньги не приносят счастья. Особенно, если они краденны. Впрочем, пусть обо всем расскажут настоящие профессионалы. Анатолий Волков. Гроза преступников. Коллеги шутят. Ничто не ускользнет от его зоркого взгляда. Дмитрий Родин пришел работать в уголовный розыск сразу после института. И ни разу не пожалел о своем выборе. Борис Серов. Прирожденный психолог. Найдет ключик к любому преступнику. Шул, 73-й год. Официальный визит Леонида Брежнева в США. Отныне советские люди уверены, ядерной войны уж точно не будет. По центральному телевидению начался показ сериала «17 мгновений весны». Миллионы зрителей по всей стране прикованы к экранам. А Штирлиц в одночасье становится национальным герой. В Чили переворот. Военная хунта во главе с генералом Пиночетом свергает законного президента Сальвадора Альян. Который погибает во время штурма президентского дворца. В Нью-Йорке торжественно открывают Всемирный торговый центр. Башни-близнецы простоят немногим более 28 лет. И будут разрушены во время чудовищного теракта. Жизнь в Советском Союзе размерена. Люди уверены в завтрашнем дне. На улицах царит тишина и спокойствие. И в это самое время в Ленинградской области происходит убийство с особой жестокостью. В тот вечер Анатолий Волков уже собирался уходить. Как вдруг раздался звонок. Совершено жестокое убийство. Волков немедленно выезжает на место происшествия. С ним отправляется его коллега, опытный следователь Борис Серов. На теле Анатолия Трушкина не было живого места. Простой скромный советский водитель троллейбуса. Его, так сказать, убийца просто истыкал ножом, так сказать, множественные ножевые рамки. Сыщики сразу определили, это не рядовое убийство. Здесь явно действовал профессионал. Запоры, так сказать, дома не нарушены были. Скорее всего, что он преступников запустил. Но кто же убийца? И почему так жестоко расправился с пенсионером? А может быть, месть? Серов тщательно осматривает место преступления. И вот она, первая зацепка. На полу были следы обуви. Причем обувь оригинальная была. Ческое производство было, знаете, на подошве, типа пупырышки. В начале 70-х обуви в СССР выпускали много. Но она сильно уступала западным образцам. Некрасивая и немодная. Помню, как страдала моя соседка. Для тети Лида было настоящей драмой ходить в отечественных сапогах без каблука и на микропорке. Которую в народе прозвали манной кашей. Зато как она преобразилась, когда наконец-то стала обладательницей чешских сапог. Фирмы ЦЭБО. Превратилась в королеву. Расцвела буквально на глазах. Даже и сегодня, спустя 40 лет, у многих в кладовках сохранились такие раритеты. Но они не расклеились и не потрескались. Хоть сейчас одевай и носи. 73-й год. Ленинград. Выясняется, племянник погибшего Сергея Трушкина накануне убийства привез чешские туфли из турпоездки. А вдруг именно он причастен к смерти дяди? В доме Сергея Трушкина проводят обыск и находят привезенную из-за границы обувь. Вроде бы все сходится. Тот же размер. Но туфли на гладкой подошве. И никаких пупырышек. Так, первая версия, в общем-то, у нас сразу отошла. А сыщики находят важную улику. И в расследовании возникает неожиданный поворот, о котором никто даже и не предполагал. Вскоре убийцу будут искать по всему Советскому Союзу. Билет в один конец. Куда направлялся убийца? Мы обнаружили железнодорожный билет. И кража века. Кто похитил меха для королевской мантии? Горностай, который, как говорят, подбивают мантии в монархов. И череда налетов. Как запутать следствие? Нужно было поджечь квартиру для того, чтобы не оставить следов. Криминальный барон. Лучшие сыщики Ленинграда против короля преступного мира. 73-й год. Ленинград. Расследование убийства Анатолия Трушкина продолжалось. Неизвестный преступник буквально изрезал бывшего водителя троллейбуса ножом. И оставил на полу кровавые следы от чешских ботинок фирмы ЦЭБ. Следователь Волков лично опросил десятки людей, жителей дачного поселка. А вдруг кто-то что-то знает? Проверяли всех. В том числе и соседей по даче, так сказать. Мало ли конфликта были там. Никаких зацепок, никаких следов. На даче погибшего решено было провести дополнительный осмотр. Сыщики не сомневались. Это принесет свои результаты. И не ошиблись. А на верандочке, вроде стояла раковина, и там ведро под раковиной. В этом ведре мы обнаружили железнодорожный билет. А чей это билет? Убитого Трушкина? А может в спешке обронил убийца? Сам убитый не мог покупать, у него был проездной билет. Ему не требовалось. Значит, это явно преступник. Билет предъявили в кассу финляндского вокзала. И даже установили кассира, которая работала в тот день. Но вспомнить владельца билета она, конечно, не смогла. Среди сотен мелькающих лиц это было просто нереально. Поиски убийцы не останавливались ни на минуту. Чутье подсказывало профессионалам. След нужно искать среди близкого окружения. На встречу с родными погибшего выезжает опытный сотрудник Серов. Отношения в семье были весьма своеобразные. Обе дочери на тот момент, по существу, были трижды замужем. Старшая и младшая. Жена Трушкина рассказала. В день убийства отмечали день рождения мужа старшей дочери, Евгения Юрковского. Все собрались вечером за столом. Сомнений в том, что они все были на месте, что все они выпивали, сомнений здесь не было никаких. Выходит, никто из родных просто физически не мог убить Трушкина. Но вскоре появился новый подозреваемый. ГАЗ-67. Героическая машина, автомобиль войны. Первый советский полноприводный автомобиль с открытым кузовом. Использовался для перевозки пехоты и раненых, а также как легкий артиллерийский тягач. В Красной Армии эти машины называли Козлик, Пигмей, ХБВ, хочу быть Виллисом, или просто Иван Виллис. Мой дед, большой поклонник ретроавтомобилей, как-то выменил новенький мотоцикл на ГАЗ-67. Помню, машина ломалась на каждом километре. И дед больше под ней лежал, чем ездил. А бабушка все время пилила его за такой обмен. А он все равно, будто мальчишка, радовался своему приобретению. Видно, вспоминал, как в 45-м 76-миллиметровую пушку на такой машине таскал. В нашей истории такой автомобиль сыграл важную роль. Некий знакомый несколько раз приезжал к погибшему на подобной машине. Росеники ничего об этом не могли сказать, но посещение было. Вот только как зовут гостя, никто не знал. Следователь Серов вспоминает, потратил уйму времени, чтобы установить незнакомца. Запрашивали абсолютно всех владельцев подобных машин по городу и области. И как-то у меня была выделена неделя на допросы только владельцев этих машин. Серов буквально жил на работе. Приходил домой, чтобы немного отдохнуть, а потом снова на службу. Но все-таки отыскал этого человека. В прокуратуру вошла старушка. Было видно, она волнуется. Пожилая женщина подошла к дежурному и протянула повестку. Я к следователю, мне назначено. Открывается дверь, заходит бабушка Божия Дванчик. Я знаю, что с повесткой, я знаю, что речь идет о владельцах. Ну, думаю, видимо, кто-нибудь из ее родственников. Но автолюбитель, сама старушка, буквально на днях получила права. И кто же за рулем? Да я. Муж только говорит, что после инсульта он только машину выкатит из гаража, почистит. Выяснилось, муж этой старушки и есть тот самый таинственный визитер. До болезни пару раз приезжал к Трушкину сам. Тот якобы хотел продать дачу, но потом резко передумал. Выходит, опять ложный след. Следствие топталось на месте. И, наконец, дело было приостановлено. Прошло три года. 76-й год. Украинская ССР. Киев. ВДНХ. В павильон Миха вошел хорошо одетый молодой человек. Кожаная куртка и джинсы. Очень скоро парень растворился среди посетителей. Ушел? Как бы не так. Никто и не заметил. Он залез в вентиляционную трубу. И ждет своего часа. Охрана прошла. Посмотрела. Все, ничего нет. Все нормально. И закрыли двери, так сказать. Закрыли двери. Сигнализации нет. Глубокой ночью парень покинул укрытие. Открыл тяжелый засов. В павильон вошли трое. Они стали торопливо складывать шубы в объемные мешки. И они набивали туда, так сказать, вот и норки, и нутрии, и соболя, так сказать, горноста, и все, что угодно. Это шуба. В советские времена признак благосостояния. Если женщина покупала шубу, значит, жизнь удалась. Помню, маминой сестре, тете Ире, посчастливилась купить шубу из бобра. Пусть с большой переплатой, но теперь она уж точно королева. Тетя Ира хранила свое сокровище в Нафталине. И надевала по большим праздникам. Ходить в такой шубе было тяжело. Она скорее напоминала монумент, нежели изящное меховое манту. Но героической родственнице все было нипочем. Вот такие были времена. Только утром продавцы обнаружили пропажу. Ущерб был огромный. 200 тысяч рублей. Сумма по тем временам просто астрономическая. Представляю одни шкурки чего стоили. Но это можно представить, когда Горностай, которым, как говорят, подбивают мантии у монархов, так сказать, ну вот, мешками шли. И действительно, неизвестные похитили меха Горностая, предназначавшиеся на экспорт в Испанию. После смерти диктатора Франко там была восстановлена монархия. И молодой король Хуан Карлос обзаводился парадными нарядами. Грабители работали, как настоящие профессионалы. Быстро, умело, не оставляя следов. Может, где-то всплывет похищенное. Существовали определенные места сбыта похищенного, как мы их называли. Это рынки, это магазины, это ломбарды. Однако время шло, а налетчики не пытались реализовывать товар. Сыщики ломали голову. Куда грабители будут сбывать краденые? Ведь продать такую большую партию мягкого золота незаметно практически невозможно. Но это было только начало. Вскоре по Киеву прокатилась целая череда ограблений. Вот лишь некоторые выписки из моего архива. 5 мая. Ограбление заведующего крупным гастрономом. Налетчики вынесли из квартиры все. Золото, драгоценности, столовое серебро. И чуть не убили хозяина, который неожиданно вернулся домой. Мужчина оказал сопротивление, и ему выбили челюсть. 11 мая. Налет на квартиру директора крупного завода. Несчастного пытали раскаленным утюгом, пока тот не указал на тайник с драгоценностями. 17 мая. Ограблен директор мебельного магазина. И снова из квартиры исчезли золото, меха, антиквариат. Бандиты угрожали пострадавшему отрубить руку топором для разделки мяса. За несколько месяцев только в Киеве было зарегистрировано 15 налетов. Настоящий криминальный рекорд. Но вскоре география нападений расширилась. И местом действия таинственных бандитов стал Ленинград. На окраине Ленинграда мчались пожарные расчеты. Горела квартира. В 01 позвонили соседи. Хозяева были в отпуск. Отдыхали в Крыму. Пожар удалось потушить. Но огонь выжег буквально все. Погибла мебель, книги, одежда. Однако пожарные обратили внимание. Замки на входной двери взломаны. Выходит, в доме были воры. И они хотели скрыть кражу. Можно было поджечь квартиру для того, чтобы не оставить следов. Так же, как и своих следов везде. Пальчиков, ног, рук. На место происшествия прибывает следственно-оперативная группа во главе с Анатолием Волковым. Ну, это классика. Кражи, да? Я вам даже могу сказать, вот как в прошлом криминалист, что даже приходишь, вот смотришь на все это, когда все сгорело, частично сгорело, уже руки опускают. Но что-либо обнаружить уже невозможно. Эксперт работает, он собирает следы везде. Значит, и когда одни головешки, что откуда взять. То есть это совершенно затрудняло работу. Однако найти зацепку все же удалось. На входной двери чудом сохранились отпечатки пальцев. Один шанс из ста. Но это уже было настоящей удачей. Тем временем сыщики опрашивали соседей-погорельцев. И вскоре нашлась ценная свидетельница. Вот сейчас с бабушками внизу, у подъезда сейчас не сидят бабушки. А в те времена сидели бабушки с ушками, которые все знали, все слышали. Старушка с первого этажа и была такой бабушкой с ушками. Бдительная пенсионерка рассказала, видела какого-то подозрительного парня в парадной несколько дней назад. Еще поинтересовалась, что ему тут нужно. А он ответил, мол, перепутал адрес и случайно забрел к ним в дом. Пожилая женщина смогла описать парня. Возраст чуть больше 20, волосы темные, короткие, крепкого телосложения. Видно сразу – спортсмен. Сыщикам было понятно. Молодой человек пришел специально, чтобы наметанным глазом оценить расположение квартиры. А ее, видимо, взяли уже на заметку. Вот у всех двери нормальные в квартире, и вдруг у одного обито германтино. Это был признак зажиточности для начала, чтобы посмотреть повнимательнее на этого человека. Владельцу квартиры крупному партийному чиновнику нанесли серьезный ущерб. Воры похитили золото и бриллианты, меха, антиквариат и старинные иконы. Ущерб нешуточный. На десятки тысяч рублей. Партийный функционер не догадывался. За ним давно следят. А вскоре поступил новый сигнал. Ограблен морской офицер. Но на этот раз бандиты сильно просчитались, застав хозяйку дома. Взволнованная женщина набрала 0,2 и твердила, «Я чудом осталась жива! Приезжайте скорее! Они хотели меня убить!» Пострадавшая сообщила, в квартире кроме нее никого не было. Муж морской офицер в командировке. А она уже почти спала, когда в дом ворвались грабители. Налетчиков было трое. Они привязали несчастную к стулу и пригрозили. Не скажешь, куда золотишко дело, окажешься на небесах. Женщина тут же рассказала, где хранятся ценности. Жена офицера утверждала, один из грабителей отдавал приказы и явно был главарем. Она хорошо запомнила молодого человека с перстнем на правой руке. Теперь у следствия были приметы не только наводчика, но и главаря. Но вскоре произошло новое ЧП. Налетчик-альпинист. Он мог по лоджию вот так вот залезать на любой этаж. Они открывали любые замки и обчищали даже академиков. А союз большой, ведь Ромный и Ленинград – это огромное расстояние. Криминальный барон. Как прожигали жизнь королей преступного мира? 76-й год, Ленинград. Он взбирался наверх по раскладной лестнице. Потом приставил ее к лоджии. Опять подъем. И он уже на следующем этаже. Осталось подтянуться на руках. И вот уже нужный балкон. А там дело техники. Заходил в лоджию, так сказать, вот открывал входную дверь и впускался в участников. За ловким вором-альпинистом в квартиру вошли еще двое. Главарь скомандовал, работаем быстро, смотрите, чтобы без проколов. Подельники быстро задернули шторы. Они старались работать в темноте, чтобы свет не блестел в окнах. И чтобы не разоблачили, очень грамотно. Парень-спортсмен посветил в шкаф фонариком. Там был целый набор шуб, как в магазине. Там новое щупо, шуба норковая, пальто с воротником норком. Хорошо, хорошо. Вот он идет и щупает. И тут произошло неожиданное. В руку вора кто-то впился с зубами. Налетчик закричал. Преступники кинулись в рассыпную. Гадали, неужели в квартире засада? А уже на первом этаже опомнились. За ними никто не гонится. Значит, можно вернуться обратно. Но кто же тогда вцепился к грабителю в руку? Все оказалось просто. Налетчика до смерти перепугал кот, который забрался в шкаф. Несчестные животные бандиты жестоко убили. И продолжили свое черное дело. Это уже был пятый налет. И только за месяц. Было очевидно, в городе на Неве объявилась банда. Ленинградские сыщики направляли запросы в разные районы страны. Чтобы выяснить, были ли зарегистрированы аналогичные случаи. Ответ неожиданно пришел из Киева. В уголовный розыск ГУВД Ленобул-Горосполкома. Секретно. На ваш запрос отвечаем. В Киеве зафиксированы преступления со схожим криминальным почерком. Действует, как правило, трое неустановленных лиц. Приметы одного из них – перстень на правой руке. Но как поймать бандитов-гастролеров? И где они совершат очередной налет? В Ленинграде или в Киеве? А может, в Москве? Предсказать это было невозможно. А очень скоро сыщики по оперативным каналам установили перевалочную базу грабителей. Помогли негласные информаторы. Существуют и агентуры, и доверенные лица. Поэтому, по-моему, только-только глухой не знает сейчас, что везде слушают. Но это работа. Выяснилось. Налетчики доставляют награбленное в одну из квартир в центре Ленинграда. Сыщики выясняют, кто здесь прописан. На первый взгляд, ничего интересного. Обычная семья, вдова и ее две дочери с мужьями. Но одна деталь не остается незамеченной. Отца девушек, Анатолия Трушкина, убили три года назад. А преступника так и не нашли. Вот так поворот. Следователь Волков не сомневался. Таких совпадений просто так не бывает. Кто-то из родственников погибшего явно входит в банду. Но кто? Чутье подсказывало опытному профессионалу. Смерть Трушкина напрямую связана с криминальным бизнесом. А уже вечером по указанному адресу проводят обыск. В квартире находят украденные вещи. Меха, золото, драгоценности. И целую партию тех самых шуб, похищенных на ВДНХ в Киеве. Хозяйка квартиры сквозь слезы клянется. Она тут ни при чем. Это все зять Евгений Юрковский. Именно он устроил на 70 квадратных метрах настоящий склад. Занимается то ли фарцовкой, то ли спекуляцией, чем-то, значит, и притаскивает домой импортные вещи. Вот вещи приезжали, вещи исчезали, так сказать. Теща признается, ей никогда не нравились делишки зятя. Да и он сам. Разве носят мужчины такие вызывающие перстни? Но кто он? Евгений Юрковский. Приезжий родом с Украины. В Ленинграде учился в институте. Он женился на Ленинградке и здесь, соответственно, мог не распределяться далеко, а распределяться здесь. Выходит, Юрковский и есть главарь неуловимой банды, действующей по всему СССР. Этакий криминальный барон. Но где же он сам? Почувствовал неладное, решил отсидеться? Теща сообщила, зять на родине вровно. Еще вчера купил авиабилет. 76-й год. Украинский СССР. Город Ровно. Следователь Волков вылетает первым рейсом из Ленинграда на Украину. С ним отправляется опытный оперативник Дмитрий Родин. Весь день у дома Юрковского дежурят переодетые милиционеры. Придет или нет? Под покровом ночи во дворе появляется какой-то мужчина. Сразу видно, сильно нервничает, оглядывается по сторонам, с опаской делает шаги. Незнакомец открывает дверь, заходит в подъезд. На правой руке перстень. Это Юрковский. Надо брать. Оперативник Родин догоняет бандита. Делает вид, он старый знакомый. И бросается здороваться. Не просто на него носить пистолет вперед, а положить руку, а потом уже болевым приемом как-то убрать. Сегодня бывший сыщик сильно болеет. Но события того дня помнит досконально. Пара ловких движений, и на руках криминального оборона защелкиваются наручники. Все происходит буквально за считанные секунды. Теперь мне голова нужна была, чтобы вам думать, как взять преступник. А уже на следующий день оперативники берут сообщников Юрковского на выходе из конспиративной квартиры. В эту блатхату попадали только свои. Люди со средствами. Подпольные цеховики и фарцовщики. Подельники Юрковского могли спустить здесь за одну ночь тысячи советских рублей. Они могли играть там в карты с ними и выиграть у них там 3-5 тысяч за ночь. Цена Жигулей 4,5 тысячи была в тот момент. То есть, понимаете, вот такая вот относительно богемная, так сказать, жизнь. В тот вечер Мыльников и Сосолятин проигрались вдрызг. Не хватило бы даже на такси. Но вместо комфортной поездки в авто их ждал другой пункт назначения. Следственный изолятор. Тем временем Юрковский молчит. В молчанку играет и Мыльников. Показания дает только Сосолятин. Леша Сосолятин был такой, так сказать, учлен группы, который был бывший десантник, так сказать. А в десанте там не просто, а спецназ. Вот. И большой специалист, так сказать, по скалолазанию. Молодой человек признается. Я карабкался по стенам, взбирался на балконы и проникал в квартиры. И он мог по лоджиям вот так вот залезать на любой этаж. Но забирался он не только на лоджии состоятельных граждан. Однажды пришлось даже залезть в вентиляционную трубу в павильоне Меха в Киеве. И прождать сообщников там не один час. Вот именно Сосолятин вылез из трубы этой, открыл эти засовы, впустил, значит, вот в свою группу. Так была совершена одна из самых громких краш в истории Киева. Похищена Меха на 240 тысяч рублей. В том числе и горностаевые шкурки для мантии молодого испанского короля Хуана Карлоса. Как выходила советская внешняя торговля из щекотливой ситуации, осталось неизвестно. Между тем, сыщики разрабатывают целую оперативную комбинацию, чтобы заставить заговорить правую руку главаря. Анатолия Мыльникова. Оказывается, он женат, причем на двух женщинах сразу. Вот это да! Да как такое возможно? Потерял паспорт, вот выдали новый, без штампа. И он, значит, один брак зарегистрировал в Киеве, а другой в Ровно. Вот в двух ЗАГСах, так сказать, вот. У него одну жену звали Оксана, которая была в Киеве, и которая была в Ровно, тоже звали Оксану. Следователь Волков немедленно наносит визит одной из жен и рассказывает о сопернице. Это был настоящий скандал в стиле бразильской мыльной оперы. Женщина негодует. Какой подлец, променял меня на другую. И сдает Мыльникова с потрохами. Рассказывает обо всех грехах. И вспоминает один случай, когда муж три года назад летал по делам в Ленинград. И почему-то вернулся с покалеченной рукой. Волков обводит свою руку и просит супругу подозреваемого отметить, в каком месте находилась рана. И женщина выполняет его просьбу. Вот красный фломастер, отметьте, где был укус? Она говорит, он сказал, что он попал вот так вот, когда боролся со своим противником, попал ему в рот. И тот ему зубами вот так вот прокусил глубоко. На правой кисти Мыльникова находят следы от старой травмы. Вот так загадка. Но кто травмировал Мыльникова? Вскоре сыщики получат ответ на этот вопрос. А пока выясняется еще один любопытный факт. Оказывается, в целях конспирации Мыльников часто летал из Ровна в Ленинград по чужим документам. Находят одного сердобольного гражданина. А я не летал. Как-то не летал. А я за 25 рублей свой паспорт дал одному мужичку. Он говорит, а мне вот надо, вот по делам надо твой паспорт. Мыльникова снова допрашивают. Предъявляют результаты экспертизы, показания свидетелей. Особенно одну из жен. Отпираться бесполезно. И налетчик начинает говорить. Вожделенная прописка. Цель оправдывает средства. Он москвич. Сделали, и мой ребенок рождается, и у него другой папа. Не пропишешь – умри. А я вот твоего, значит, вот мужа сюда не пропишу. Их искали на Украине, а они оказались в северной столице. Последнее дело серого кардинала. Криминальный барон. Финал драматической истории. 76-й год. Ленинград. Один из налетчиков, Анатолий Мыльников, признается. Три года назад летал в Ленинград, чтобы выполнить особое задание главаря – заказ на убийство. В те времена случай редчайший. Это сейчас заказным убийством никого не удивишь. Но кого приказал уничтожить Юрковский? Оказалось, своего тестя – Анатолия Трушкина. Вот так поворот. Но чем мог помешать криминальному барону простой водитель троллейбуса? Выяснилось, в советские времена даже короли криминального мира были далеко не всесильны. И не могли порой обойти государственные преподы. Прописка. В СССР узаконенное крепостное право. Без нее нельзя было устроиться на работу и поселиться в квартире. В советские времена приезжие мечтали получить ее в Ленинграде и, конечно же, в Москве. В начале 80-х известному музыканту Виктору Чайке пришлось даже выдать свою жену за приятеля, чтобы закрепиться в столице. Он москвич. Сделали, и мой ребенок рождается, и у него другой папа. Она в браке другим человеком, который ее не прописывает. А потом предстояло усыновлять собственного ребенка. Такие были времена. Мы были в разводе официально. Я ему давал свое отчество. Это мой ребенок, ребят. Это все нас так заставляло. Прописка стала камнем преткновения и в нашей истории. Анатолий Трушкин наотрез отказался прописать зять Евгения Юрковского. И сказал, что знаешь что, Галя, а я вот твоего, значит, вот мужа Юрковского сюда не пропишу. Иначе он будет, наша квартира будет перевалочной базой вот в этих самых вещах туда-сюда, так сказать. Ну вот. Только через мой труп была его фраза. Через труп, так через труп. Юрковский решил избавиться от несговорчивого родственника. И день убийства был выбран не случайно. А в какое время, когда Юрковский празднует свой день рождения в кафе, никуда не отлучаясь? Алиби. Полнейшее алиби у Юрковского. Сообщник Мыльников приехал на дачу к Трушкину на электричке. Стал дожидаться его появления. А потом хладнокровно и цинично убил. Правда, Трушкин перед смертью успел укусить своего палача за правую руку. И Мыльников на этом погарит. Следователю Серова удалось разговорить Юрковского. В надежде на чистосердечное признание, тот начал давать показания. Я с последствием уже нашел общий язык. Придет новый человек и в результате не сможет установить, не потому что он хуже или не такой толковый, а не получилось контакта. Евгений Юрковский еще в детстве усвоил. Даже в СССР можно жить красиво. И при этом ничего не делать. В 12 лет он занялся своим первым криминальным бизнесом. Сколотил банду из дворовых мальчишек. По ночам они разрывали могилы на кладбище и снимали с покойников драгоценности. А потом приносили вещи предприимчивому Жене. А своих, так сказать, вот копателей, гробов, он одаривал, так сказать, вот конфетами, вот водяными пистолетами, так сказать, игрушками там и так далее, и так далее, вот по их, так сказать, истинному возрастному развитию. Все были довольны. Деньги текли рекой. И все это продолжалось до тех пор, пока на малолеток не вышли оперативники. Однако криминальные университеты на этом не закончились. В 16 лет Юрковский впервые угодил за решетку, как организатор преступной группы. Через 4 года освободился. И снова взялся за старое. Сколотил банду из спортсменов-боксеров. Члены группировки Сесолятин и Мыльников беспрекословно подчинялись главарю. А он вертел ими, как хотел. Хитрым образом стравливал их между собой, так сказать, выявлял их сильные и слабые стороны. И вот как кукловод, как серый кардинал, дергал за них. Талантливый преступник придумал свою схему работы. Бандиты совершали кражи на Украине, а реализовывали похищенное в Ленинграде. Расчет Юрковского был до гениальности прост. Кто станет искать краденое в другой республике? В соседней области еще понятно. А чтобы за тысячи километров, это вряд ли. А союз большой, ведь ровные и Ленинград, это так разные республики, огромное расстояние. На суде в своем последнем слове Юрковский даже блеснул красноречием. Просил не судить его строго. Уверял, он уже встал на путь исправления. Но приговор криминальному барону был суровым. Именем РСФСР приговорить к высшей мере наказания. Его подельники получили серьезные сроки. Мыльников 15 лет, Сесолятин 8. Так закончилась эта драматическая история. Впереди моих героев ждали новые уголовные тайны. Но об этом как-нибудь в другой раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова